Обнимашки с диктаторами Мы сделали несколько первых выпусков, где много говорили о таких разных неприятных вещах, о Трампе, о Брекзите, о диктаторах. Наша передачка так называется «Обнимашки с диктаторами». Но зрители просили меня рассказать все-таки в качестве паузы о чем-то хорошем. И на самом деле, как это ни странно, хорошее в мире сегодня есть. Правда, его не так много. Но совершенно точно мы можем увидеть это довольно недалеко от России. Где? В нашей любимой, дорогой Европе. Собственно говоря, мы русские, россияне, европейская нация. Мы сейчас немножко отбились от своей европейской семьи, но обязательно туда вернемся. И вот мы сейчас посмотрим на то, что там происходит. Что происходит в Европейском Союзе, которое, на мой взгляд, сегодня Евросоюз является главной моделью, которую стоит внимательно смотреть на нее и копировать для того, чтобы построить прекрасную Россию будущего. И, в принципе, любым странам для того, чтобы построить что-то удобоваримое и приемлемое для жизни своих граждан, конечно, для того, чтобы делать какую-то огромную, большую лекцию о том, как устроен Евросоюз, у нас нет времени. Но я сейчас попытаюсь развеять некоторые сплетни, которые вы, наверное, много слышали в последнее время о том, как в Европе все ужасно, что там царит какая-то адская брюссельская бюрократия. Есть такой даже веселый термин «евросовок», который часто в интернет-дискуссиях используется. И что там, я не знаю, все загнивает, адский кризис с мигрантами и так далее. На самом деле в Европе все далеко не так плохо. Сейчас я вам расскажу об этом и немножко расскажу о всяких изменениях политических, которые у них сейчас происходят, о том, как сменяется поколение лидеров Европейского Союза, кто на ближайший период возглавит ключевые органы управления, прежде всего, Европейскую комиссию. Вот смотрите внимательно, сейчас мы поговорим об этом. И начать этот разговор я хотел вот с чего. Просто покажу вам один график, нам пора заводить такую рубрику вместо тысячи слов. Вы будете слышать еще очень много всяких разговоров о том, как в Европе все ужасно, и какое там царство брюссельской бюрократии. Но я хочу показать вам, на самом деле, до какой степени все обстоит наоборот. И вот этот график, который вы сейчас увидите на экране, это график накопленных прямых иностранных инвестиций в разные страны и регионы мира. Что такое прямые инвестиции? Это когда инвесторы покупают в другой стране какие-то активы, компании, недвижимость, начинают их развивать и вкладывают туда дополнительные деньги. Ну, грубо говоря, вот это не когда вы там покупаете акции на бирже и пытаетесь ими спекулировать, а какие-то долгосрочные серьезные вложения в активы на территории других стран. И вот угадайте, кто является мировым лидером по накопленным прямым иностранным инвестициям. Ну, я думаю, вы уже догадались. Конечно же, это Евросоюз. Вот вы сейчас на графике можете увидеть, что Евросоюз не только включающий Британию, которая собирается куда-то там выходить, но и даже Евросоюз без Британии опережает намного и Соединенные Штаты, и Китай, и все остальные другие страны. Евросоюз чемпион мира по привлечению иностранных инвестиций, 7 триллионов долларов вместе с Великобританией и 5 триллионов без Великобритании. Сравните с 4 триллионами у великих либертарианских США, где вроде как гораздо более свободный рынок и нет никакой брюссельской бюрократии, но инвесторы вот как-то туда не так спешат, как в Европу. Вот здесь это очень важный момент, когда вы будете слушать про евробюрократию и Евросовок, вы должны понимать, что инвестор это такое животное, которое в общем не обманешь. Оно голосует рублем, оно ищет место, где его деньги будут более всего защищены и где на этих деньгах в долгосрочном плане оно сможет лучше всего заработать. И вот инвесторы уже проголосовали. Самое благоприятное место для инвестиций в мире это вот этот страшный ужасный бюрократический Евросоюз, а либертарианские Соединенные Штаты как-то почему-то не такой являются привлекательной гаванью для инвестиций. Вот почему? Ну давайте дальше немножко поговорим об этом. Во-первых, конечно, Европа это одно из самых лучших мест в мире, где развиты демократические правовые институты, где защищена собственность и так далее. Но все вот эти показатели, в частности, их суммирует, есть такой рейтинг глобальной конкурентоспособности, который составляется всемирным экономическим форумом. Кстати говоря, вот вы сейчас видите этот заголовочек на экране, вы можете в этот рейтинг зайти и покопаться, он сам по себе очень интересный. Он группирует все страны мира, там по примерно полутора сотням разных критериев конкурентоспособности, там от заболеваемости до развития транспортной инфраструктуры, до объема внутреннего рынка, до судебной системы, до защиты прав собственности, там просто огромное количество этих критериев. И вот он составляет такой интегральный рейтинг, какие экономики мира наиболее конкурентоспособны. Вот скажем Россия, которая в принципе по размеру своей экономики близка где-то к десятке, она сейчас находится там на 11-12 месте крупнейших экономик мира, но по глобальной конкурентоспособности она всего на 43-м, потому что, например, по защите прав собственности, по фаворитизму чиновников, по независимости судебной системы, мы часто даже не входим в первую сотню. Ничего это у нас не защищено, и мы находимся на уровне стран Африки. А вот с Евросоюзом ровно обратная ситуация. Из топ-50 наиболее конкурентоспособных экономик мира, половина, 25 это экономики стран Евросоюза. В каждой из десяток, первой десятки, второй, третьей десятки, половина стран это европейские страны, и даже вы, наверное, знаете, что в ЕС всего 28 государств, а не 25. Так вот, три оставшиеся, они недалеко ушли. В этом рейтинге, например, те, кто не попал в топ-50, это Румыния, которая находится на 51-м месте, Греция на 59-м, и Хорватия на 63-м. То есть экономики Евросоюза среди самых конкурентоспособных в мире по абсолютно самому широкому кругу критериев, которые учитывает Всемирный экономический форум при составлении этого рейтинга. Вот если бы там действительно было какое-то адское царство бюрократии, и строилось нечто подобное, похожее на Советский Союз, как любят говорить критики Евросоюза, ну, конечно, ничего этого не было бы. И, конечно же, мы видим, что Евросоюз это исключительно успешное в экономическом плане образование. Еще один критерий для этого – это уровень конкуренции. Дело в том, что одна из ключевых историй, ради которых Евросоюз был создан, и как он развивался экономически, это очень жесткая борьба за интересы потребителя, за то, чтобы на рынке не образовывались хищные монополии, которые потребители бы доили. Вот, кстати говоря, одно из самых успешных направлений политики Европейского Союза за все время – это как раз политика борьбы с монополиями и развития конкуренции. И вы сейчас на своих экранах видите главу генерального директората по конкуренции Маргарет Фестагер. Я вот вам буду показывать неких таких политических звезд Единой Европы. Конечно, одна из ярких звезд – это вот Датчанка Фестагер, которая давно уже возглавляет директорат по борьбе с монополиями и по конкурентной политике. Просто погуглите, она на самом деле стала таким реальным тяжеловесом и чемпионом по обузданию аппетитов монополии. И пошла на повышение в новой еврокомиссии, которая сейчас находится в процессе прихода к власти. Она получит пост даже в вице-президента по развитию цифровой экономики. Это называется Европа в цифровом веке у них. У них так все называется всякими разными прикольными современными формулами. Вот Маргарет Фестагер, которая успешно боролась за конкуренцию на европейском рынке, она сейчас займет должность по развитию Европы в цифровом веке. И я просто хотел вам привести несколько конкретных примеров, как конкуренция на европейском рынке работает. Скажем, в прошлой передаче я упоминал, и меня даже просили уточнить эту историю, но вот калининградцам, жителям Калининградской области это не надо уточнять. Я вспоминал, как калининградцы часто ездят в Польшу и Литву за продуктами, потому что там выбор лучше, качество лучше и цены дешевле. И вот вы сейчас видите на экране такие ротирующиеся заголовки из калининградской прессы о том, как местная мафия и местная партия жиликов и воров «Единая Россия» пытается с этим импортом из Польши бороться, пытается помешать людям покупать лучше и дешевле товары и впарить им, как у нас это в России принято, хуже и дороже. Но вот это как раз тот случай, когда последствия европейской конкурентной политики даже россияне в непосредственной близости могут видеть. Но, например, другая история. Вы, опять же, наверное, много слышали о войнах Газпрома за свои позиции на европейском энергетическом рынке. Так вот, на самом деле, приз, который стоит перед Газпромом в этих войнах, он очень сильно сократился в последние годы, потому что Европейский Союз добился огромных успехов в либерализации и в создании конкуренции на своем газовом рынке. Скажем, там, 10 лет назад, когда мировые цены на нефть находились в коридоре там 60-70 долларов за баррель, примерно так же, как вот нефть стоит и сейчас, цена на газ для европейских потребителей, например, средняя цена импорта газа в Германию была в коридоре 300-400 долларов за 1000 кубометров. Сейчас 200-250. Вот настолько газ отвязался от нефти, стал дешевле стоить для европейских потребителей. Я подробно рассказываю об этом в своей передаче «Где деньги» на канале «Навальный лайф». Но вот это очень важный момент, потому что европейским регуляторам прошлось пройти через такую серьезную битву с национальными европейскими монополиями, когда они приняли несколько пакетов законодательства, в частности, третий энергопакет о разделении производства торговли природным газом и электричеством и услуг по их передаче, трубопроводов, трансмиссии и так далее. Ну, например, немецкие газовые монополии оспаривали этот третий энергопакет в германском конституционном суде в Карлсруе, проиграли. Европейские правила вступили в силу, и это оказалось хорошо для европейских потребителей, потому что там был очень резкий всплеск конкуренции на европейском рынке, и цены снизились. Результатом конкуренции всегда является снижение цен. Вот это та модель, конечно же, на которую нам в России нужно ориентироваться, и еще одна модель, где Евросоюз очень успешен. Ну, я не знаю, давайте пройдемся еще, скажем, по нескольким другим аспектам, что еще можно вспомнить как истории успеха. Вот вы видите на экранах Марио Драги, это только что ушедший глава Европейского Центробанка, реальный герой мировой финансовой системы, суперзвезда, рок-звезда. Вот одна из картинок сейчас показывает, ну, такую веселую карикатуру на него, его называют Супер Марио по аналогии с известным героем. То, что Драги действительно, я не знаю, если вспомнить разговоры, которые шли там 8 лет назад, когда он возглавил в 2011 году Европейский Центробанк, все предрекали крах еврозоне, крах евро, как европейской единой валюте и так далее, Драги просто блестяще проявил себя как центральный банкир. Возможно, его стоит считать лучшим центральным банкиром в мире. Многие так открыто и говорят. Он показал просто невероятный класс эффективной кредитно-денежной политики, при том, что обратить внимание, как ему сложно, приходится. В Евросоюз входит 28 стран, между которыми это все надо согласовывать. Там суверенное демократическое избранное правительство. У Евросоюза нет единой налогово-бюджетной политики. Налогово-бюджетную политику устанавливают налоги и формируют бюджет сами страны, а Европейский Центробанк только управляет евро и управляет кредитно-денежной политикой. То есть Марио Драги было гораздо сложнее, чем главе российского Центробанка или Американской Федеральной Резервной Системы. Но, тем не менее, он сделал это и, в общем, уходит настоящим героем. И на смену ему приходит бывшая глава Международного валютного фонда Кристин Лагард. Тоже очень авторитетный, уважаемый европейский экономист. Она из Франции, у нее прекрасная репутация. И, в общем, можно считать, что вот как можно было такому великому банкиру, как Драги, найти замену, но европейцы смогли сделать это. Вот они действительно нашли, на мой взгляд, очень достойного кандидата. Мы можем только пожелать Кристин Лагард успеха. И я хочу здесь сказать вот еще что. Что помните вот тот график, который я показывал, что Евросоюз является чемпионом мира по привлеченным инвестициям из других стран, по накопленным прямым иностранным инвестициям. Так вот, введение евро, как единой европейской валюты, сыграло в этом ключевую роль. Потому что абсолютно точно можно сказать, что если бы существовали до сих пор вот всякие разные вот эти непонятные гульдены и лиры, инвесторы бы, конечно, запутались. Их, конечно, привлекает Европейский валютный союз, создание которого было очень успешным. И мы видим, что вот одна из территорий успеха для единой Европы, это вот как управляется эта кредитно-денежная политика, как управляется европейская валюта, делают они это, надо сказать, высоко профессионально. Вот еще одна сфера, где им стоит отдать должное. Или, например, вы очень много слышали в последние годы о кризисе миграции в Европейском Союзе. И многие вот такие досужие комментаторы, как вот ставшая в последнее время привычной для нас Катя из Фейсбука, которую вы сейчас увидите на картинке на экране. Что вам скажет Катя из Фейсбука? Она, конечно, скажет, что это бюрократы из Евросоюза, напустили мигрантов, создали кризис и всякое такое прочее. На самом деле, правда состоит в следующем, что Единая Европа вообще до недавнего времени не имела никаких полномочий и ответственности в сфере миграционной политики и охраны границ. Все это делали как раз национальное правительство. Брюссель пытался в это вмешаться, но, в общем и целом, ему до миграционного кризиса 2015 года это не удавалось. Это как раз оставалось такой зоной суверенитета, где, знаете, вот национальные правители, они говорят, нет, никакой единой Европе мы это не отдадим, будем охранять свои границы сами. И вот как у них это получилось, вы, в общем, знаете. Кстати говоря, я еще раз подчеркну, что когда вы приезжаете в Европу и начинаете ругаться на большое число выходцев из Азии и Африки, вы должны помнить, что большая их часть это выходцы из бывших колоний европейских империй, которые начали приезжать в Европу еще очень давно. Задолго до появления Европейского Союза в его нынешнем виде. А вот доля вот этих так называемых новых мигрантов, она относительно невелика. Да, у них было вот это широко критикуемое решение о том, чтобы распределить квоты в 2015 году по принятию 120 тысяч сирийских беженцев. Но при этом, вот как бы большой вопрос, в Сирии возникла колоссальная гуманитарная катастрофа. Кровавый диктатор Башар Ассад в ходе гражданской войны убил больше 100 тысяч своих сограждан. Там 13 миллионов человек вынуждено было бежать. И вот из этих людей, которые бежали просто от смерти, в буквальном смысле слова, Евросоюз принял решение принять 120 тысяч человек всего на все. И это, конечно, создало какой-то дикий, невероятный шум о том, какая плохая брюссельская бюрократия. Хотя, в общем-то, это на самом деле был такой естественный человеческий гуманитарный акт. И на фоне общего числа приезжих, которые с Евросоюзом никак не связаны, это, в общем, капля в море. Но вы знаете, какой критике это решение подверглось. Самое главное, что произошло с тех пор. С тех пор Европейский Союз настоял на том, что было принято решение о создании единой европейской пограничной службы, которая называется Фронтекс. Вот вы видите красивые шеврончики сейчас на экране. Вы видите красивые пограничные суда, которые занимаются мониторингом и отловом нелегальных мигрантов. И, внимание на экран, вот вам график о том, как снизились объемы притока нелегальных мигрантов, в Евросоюз за последние несколько лет. Они снизились до исторического минимума. И, конечно же, это связано с усилиями по созданию единой европейской пограничной службы, вот этого самого Фронтекса, с усилиями Европейского Союза и его единых органов управления. Еще одна история успеха, в противоположность всему тому бреду про неэффективную брюссельскую бюрократию, которую вы можете слышать. Еще одна история, это интеграция Восточной Европы. Не буду здесь углубляться в детали, мы об этом сделаем, я думаю, отдельную передачку. Но вот сейчас в связи с 30-летием падения Берлинской стены было очень много всяких оценок, анализа материалов о том, собственно, через что прошла Восточная Европа за прошедшие 30 лет. И общий вывод простой. За счет интеграции с Евросоюзом восточноевропейские страны пережили небывалый в своей истории период подъема, модернизации и улучшения уровня и качества жизни. Благодаря интеграции с ЕС. Вот еще одна история успеха, о которой, к сожалению, не так часто говорят, как хотелось бы. Ну и тут здесь я должен европейцев, наверное, за что-то поругать. Ну, конечно же, там не все так здорово, конечно, их есть за что поругать. В частности, для меня, как экономиста, всегда традиционным раздражителем были высокие налоги. И, действительно, Европа, особенно Западная Европа, к сожалению, является чемпионом мира по уровню налогообложения. Вот вы сейчас можете увидеть это на графике. Это график из ежегодного доклада Pricewaterhouse, который называется Paying Taxes, уплачивая налоги, который сравнивает разные страны по различным показателям уровня налогов и налогового администрирования. Вот этот график, это так называемый Total Tax and Contribution Rate, то есть это общая доля налогов в валовой прибыли некой усредненной модельной компании, которую они считают для всех стран. Ну, вот вы видите, например, что во Франции это типа 60% валовой прибыли у вас забирают в виде налогов. И в целом в западноевропейских странах, конечно, уровень налоговой нагрузки сильно выше среднемирового, который составляет около 40%. Но, кстати, не все европейские страны имеют высокий уровень налогов. Та же Восточная Европа в этом смысле получше. Вот Польша, например, у нее уровень налогообложения примерно на уровне среднемирового. На мозге-то это то, к чему надо стремиться к России. Но вот действительно есть такая проблема, что в Европе довольно высокие налоги. Кстати, мы сейчас поговорим о том, как некоторые европейские лидеры активно борются за то, чтобы их снижать. В частности, французский президент Эммануэль Макрон понимают они эту проблему. Вместе с тем, здесь важно помнить вот что. Что одновременно с высокой налоговой нагрузкой идет невероятно высокое качество публичных услуг, которые западноевропейские страны своим жителям представляют. Это и классное образование, и высококлассное медицинское обслуживание, и хорошие дороги, и много еще чего, чего нам в России в общем не снилось. Поэтому, конечно, на мой взгляд, высокие налоги не самая лучшая штука, которой надо хвастаться. Но надо сказать, что это все не проходит тоже даром. Потому что в обмен на это Европа дает своим гражданам очень высокий уровень публичных услуг, возможно, самый лучший в мире. Ну и резюмируя вот эту часть, я хочу сказать, что вот забудьте весь тот бред, который вы слушаете и читаете в интернете про евробюрократию. Там действительно полно своих проблем, но в целом, можно сказать, на что вы не посмотрите. Привлечение инвестиций, конкуренция, глобальная конкурентоспособность и выход на международные рынки, борьба с той же миграционной проблемой, интеграция слабой и разрушенной коммунизмом Восточной Европы, управление финансовой системой и создание реальной альтернативы. Какая сегодня в мире альтернатива доллару среди международных валют? Да только евро-то и есть, которое было создано за последние 20 лет из ничего, на месте вот этих масс разрозненных европейских валют. Вот посмотрите, насколько много реальных историй успеха, к сожалению, незамечаемых часто нами в ежедневной жизни, создал единый демократический европейский союз. Но, кстати говоря, не все не замечают эти истории успеха, потому что, как я уже сказал, инвесторы, люди, которые вкладывают капитал, это видят. Поэтому в Европу деньги идут с международных финансовых рынков в гораздо более высокой степени, чем куда бы то ни было еще. Это самая высокая оценка международными рынками того, насколько хорошо дела обстоят в Евросоюзе, которые гораздо более ценны, чем те комментарии, которые вы читаете в Фейсбуке, Твиттере или ВКонтакте. И еще я хотел немножко пройтись, собственно, по персонали. А кто сегодня является политическими лидерами в Евросоюзе, это очень интересно, потому что у них происходит смена политических поколений. И там довольно много ярких звезд, уже взошедших и еще только восходящих. Вот про самых интересных я хотел вам рассказать. Ну и, конечно же, мы начнем с президента Франции, Эммануэля Макрона, который, наверное, является крупнейшей политической звездой в Европе и наиболее сильным лидером на сегодня. Потому что эту роль сильнейшего политического лидера в Евросоюзе в последние годы выполняла Ангела Меркель. Но она объявила о своем уходе. И есть определенная усталость и популярность ее христианско-демократического союза падает. Германия находится в процессе передачи власти. Поэтому Меркель можно часто услышать, как ее называют, хромой уткой. Немножко обидный, но такой реалистичный термин в политике. Макрон это совсем другая история. Это очень молодой энергичный лидер, который два с половиной года назад получил совершенно невероятный мандат доверия на выборах во Франции. Не только президентский, где у него было две трети голосов, и парламентский, где его партия получила существенную долю мандатов. Но и в целом, надо сказать, что Макрон один из наиболее популярных лидеров Евросоюза на сегодня, на которого обращены все взоры. Кстати, вы знаете, что примерно год назад он столкнулся с этим испытанием, когда в Париже и по всей Франции проходили вот такие довольно бурные демонстрации протеста так называемых желтых жилетов. Вот вы сейчас видите некоторых из этих желтых жилетов на экране с флагом Донецкой Народной Республики. Как неудивительно, для меня неудивительно, потому что французы расследуют русское вмешательство, чтобы подогреть эти протесты, хотя они были отчасти объективные. Но, тем не менее, несмотря на вот эти все проблемы, вы спрашивали, а что у Макрона с рейтингом популярности? У него с рейтингом все хорошо. Вот вы сейчас буквально свежие опросы видите на экране. Он лидирует среди всех партийных лидеров во Франции. У него такие где-то уверенные 35% поддержки. Это говорит о том, что он, скорее всего, побеждает даже пресловутую Марину Лепен в первом туре президентских выборов. И уж совершенно точно побеждает ее во втором, потому что Лепен это такая вечная второгодница. У нее никогда нет шансов выиграть президентские выборы во Франции, потому что большинство французов отторгает ее шовинистические, и антиевропейские, и пропутинские политические взгляды. Так вот, собственно, с таким рейтингом. Это очень неплохой рейтинг для президента, который пошел на серьезные и довольно жесткие реформы. В середине своего президентства, скорее всего, Макрон имеет все шансы переизбраться в 2022 году. И таким образом пробыть в президентском кресле не один срок, как его предшественники Николя Саркази или Франсуа Аллант, а два срока, 10 лет. И таким образом у него открывается огромное поле для очень серьезных и системных преобразований. Надо сказать, что на преобразование он замахнулся очень существенно. И во французской внутренней политике, и в политике европейской, во Франции, в частности, он проводил очень серьезные изменения и на рынке труда, и в связи со снижением налогов для среднего класса. И, кстати, это приводит к определенным результатам. Вот вы видите картинку из Блумберга, которая показывает, что Франция уже становится главным драйвером экономического роста еврозоны, обгоняет по темпам роста и еврозону в целом, и Германию, которая считалась локомотивом для этого. Таким образом, реформа Макрона, хотя, конечно, там в процессе побили посуду и пожгли машины, но, тем не менее, они даются очень серьезный результат. Надо понимать, насколько сложно реформировать Францию. Франция это очень такое инертное общество с серьезными привычками к высоким социальным гарантиям. Поэтому, когда им так по-либертариански говорят, что, ребят, нет, знаете, тут рыночек все должен сам порешать, поэтому вот мы вам больше денежку просто так не дадим. Но французам это не нравится, они начинают там бастовать, бунтовать, психовать. Вот все это мы видели там последние годы. Но, тем не менее, Макрону удается достигнуть очень важного результата. Он действительно вывел Францию, которая, в принципе, вот там 10 лет назад, она считалась одним из кандидатов на очень серьезный кризис, такой, который, в принципе, охватил многие страны Южной Европы, Италию, Испанию, Португалию, Грецию. Франция выкарабкивается из этого, благодаря реформам Макрона. Это хороший показатель, и это увеличивает шансы Макрона на переизбрание. И, кроме этого, Макрон, конечно же, замахнулся на... Он не думает только о Франции. Он, в принципе, действительно такой сейчас очень модный, яркий, глобальный лидер. И он очень много говорит о преобразованиях в целом в Евросоюзе, которые нужно предпринимать. Ну, например, вот, кстати, то, что звучало чуть раньше в моей передаче, что у Европы нет единой кредитно-денежной политики и налогово-бюджетной. То есть, Европейский Центробанк проводит политику денежную, но налоги и бюджеты страны устанавливают сами. Вот одна из идей Макрона, это, в частности, ввести какое-то единое налогово-бюджетное и финансовое управление по еврозоне, ввести специального еврокомиссара. Он много еще чего предлагает, не будем вдаваться в детали. Ну, и, кстати, я хотел отдельно отметить, что, в принципе, во Франции не один Макрон является сейчас вот такой политической звездой новой формации. И, скажем, один из ярких членов его команды, который напрямую причастен ко всем этим довольно успешным экономическим реформам, это вот человек, который сам баллотировался в президенты Франции в составе правоцентристов-республиканцев, антипраймерис проиграл, но был такой заметной фигурой, вперед смотрящий с идеями по серьезным реформам. Это Бруно Лемер, который сейчас, после избрания Макрона, стал его ключевым партнером и занял пост министра экономики. Он человек, который во многом отвечает за вот эти все преобразования и является автором многих успешных шагов, которые приносят результаты. Бруно Лемер с тех пор покинул республиканцев, правоцентристскую, галлистскую партию и вступил вот в новую партию Макрона. Есть еще такой один человек, Франсуа Байру, который тоже был независимым кандидатом-центристом в президенты Франции и Макрона поддержал. Он сейчас в Европарламенте является сопредседателем крупной фракции макронистов, которая там сформировалась по итогам майских выборов в Европарламент. Таким образом, не Макроном единым, там в принципе есть довольно много таких серьезных политических звезд на вот этом здоровом центристском небосклоне французской политики. И в общем, после многих лет застоя Франция вот как-то задвигалась. Она стала более активно принимать участие в международных делах, делать серьезные внутренние реформы у себя. Да, возможно, действительно правы те, кто говорят, что реформа Эммануэля Макрона наиболее серьезная и масштабная со времен де Голля. Конечно, Макрон хочет себя видеть таким историческим лидером, который много что изменил и оставил о себе такую большую главу в учебнике. Ну вот здесь не все так здорово. Здесь, конечно, возникают определенные моменты, где его несет. Вот от этого собственного величия и осознания того, что он сейчас такой главный европеец, главный лидер-визионер, который задает тон европейской политики. Ну, нести его начинают в разных моментах. В частности, вот очень критикуемое решение, которое лично принял Макрон, о том, чтобы не начинать переговоры о вступлении в Евросоюз с Албанией и Северной Македонией, которая недавно переименовалась, поэтому извините, если я вдруг просто Македонией назову по привычке, как она раньше называлась. Дело в том, что эти страны провели у себя очень серьезные реформы и достигли огромного прогресса в преобразовании и улучшении уровня жизни. И они справедливо рассчитывали, у них давно шли переговоры с Евросоюзом, что вот эти все успехи, в общем, обеспечивают то, что европейцы и обещали раньше, начало формальных переговоров о вступлении Албании и Македонии в Европейский Союз. И это было бы для всех хорошо, потому что когда страны подтягивают свои институты, проводят важные реформы, это означает, что какая-то бывшая европейская периферия на Балканах становится нормальным, пригодным местом для жизни. Это же всем хорошо, правда? И вот албанцы и македонцы купились на эти обещания Евросоюза, провели серьезное преобразование, подошли в полной готовности к началу переговоров, но вот Макрон взял и заблокировал все это дело, сказал, что нет, Франция просто вот без объяснения причин не хочет, вопреки прежним обещаниям, начинать с ними переговоры о вступлении в Евросоюз. Я согласен с теми, кто говорит, что это огромная ошибка. Это посылает странам, которые делали серьезную ставку на евроинтеграцию, как основу своего политического курса, курса на модернизацию. Ну, плохой сигнал, ну, плохой сигнал. В той же Украине, Грузии, Молдове послан очень плохой сигнал, что, ребят, сколько вы не прыгаете, сколько вы не выполняете там астрикские критерии, мы все равно вот в какой-то момент придет такой сильный дядя, который стукнет кулаком по столу и скажет, нет, выполнили обязательства, но это как бы не считается, мы все равно вас никуда не примем. Причем, я понимаю, конечно, есть серьезная озабоченность притоком мигрантов, дальнейшим расширением Евросоюза, но, во-первых, это только речь шла о начале переговоров, то есть вступили бы Македония, Албания в ЕС через, я не знаю, 10 лет, в лучшем случае, при том, что втягивание их в орбиту европейских законов и институтов как раз облегчило бы решение задачи контроля над той же нелегальной миграцией, как мы вот с вами видели. Ну вот Макрон взял таким взбалмошным образом, заблокировал это решение. Или вот он тут недавно высказался про НАТО в таком ключе, что у НАТО наступила смерть мозга. Ну, конечно, он говорил про США, то, что в США парализованная абсолютно неспособная власть в лице президента Трампа, которая не готова защищать западный мир. Понятно, что он это имел в виду, но на него, конечно, очень многие обиделись. Вот Ангела Меркель и новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, они его резко за это раскритиковали. Ну, действительно, понимаете, вот как они смотрят на НАТО? НАТО это то, что защитило их от сталинских танков, которые остановились в Будапеште в 56-м году и в Чехословакии в 68-м и дальше не пошли. Вот Западная Европа была защищена от сталинских танков вот этим Североатлантическим альянсом. И, конечно же, когда Макрон говорит такие слова, ну, это как бы воспринимается, как плевок всей той архитектуре безопасности, которую Европа создавала 70 лет. На мой взгляд, ему следовало бы тоже, конечно, следить за своим языком. Ну и совсем вот история, которая, в принципе, вызывает огромное непонимание у многих аналитиков и комментаторов, это, конечно, обнимашки с Путиным. Вот как раз в тему нашей программы, вот еще одни обнимашки с диктаторами, тупые, бессмысленные, которые происходят прямо сейчас. У Макрона, как у визионера, у крупнейшего европейского лидера, значит, появилась вот амбиция, типа, решить вопрос с Россией. Ну, нашел, значит, кому прийти, он пришел к старому хитрому агенту КГБ, профессиональному вербовщику, который, конечно же, они разговаривают очень часто. Вот посмотрите на сайте Кремлин.ру, там чуть ли не раз в две недели Путин болтает по телефону с Макроном, они часто встречаются, обнимаются. Вот Макрон почему-то решил, что он из этого старого козла, значит, может выдоить какого-то молока и типа договориться о чем-то с Россией. Ну, ребят, мы Путина с вами хорошо знаем, да? Мы даже успеха желать Макрону в этих переговорах не будем, потому что мы знаем прекрасно, чем все эти перезагрузки заканчиваются. Все эксперты в мире, которые разбираются в этой теме, они просто крутят пальцем виска и говорят, ну, что там, он с ума сошел, что ли, совсем, да? Ну, вот, значит, Макрон решил попробовать себя, а вот ни у кого не получалось, а я таки, значит, пойду и найду этот аленький цветочек и вот с Путиным типа договорюсь. Ну, понятно, что это глупо, понятно, что это ничем не кончится, да? Но, кстати, надо понимать, что здесь Макрон тоже и реагирует на более системный запрос снизу во французском бизнесе, обществе, политической элите. Там есть большой-большой запрос на нормализацию отношений с Россией вне зависимости от, то есть Путин, не Путин, все равно обнимашки и так далее, да? Макрон, конечно, вынужден на это реагировать, но тут есть большая часть его собственной инициативы. Резюмируя, можно сказать, что Макрон, конечно, яркий лидер, возможно, самый яркий лидер сегодня политический на европейском континенте, который уже многого добился всего за два с половиной года своего президентства и перед ним маячит перспективы реально войти в историю и править 10 лет, но, конечно же, его немного заносит от осознания собственного величия. И вот мы видим, что он реально совершает такие очевидные ошибки, от которых ни Европе, ни всему демократическому миру, в общем, не будет лучше. И давайте немножко посмотрим на другую сторону, а что же происходит в Германии, что же происходит с Ангелой Меркель, неужели она совсем вот уже ушла с политического небоскорда? Так вот, Ангела Меркель, ну, действительно, она уже правит давно, с 2005 года. У нас кремлевские тролли любят троллить ее за то, что она давно сидит, но, ребят, она сидит-то по итогам абсолютно конкурентных выборов и формирования таких открытых демократических коалиций в парламенте. При этом, кстати, у Ангела Меркель до сих пор наиболее высокий рейтинг одобрения среди всех германских политиков. То есть люди благодарны ей за то, что она сделала. А сделала она немало. И, кстати говоря, в преодолении вот этого кризиса в Еврозоне в последние 10 лет ее роль просто огромная. Ну, вот просто признание крупнейшей деловой газеты в мире Financial Times о том, насколько вклад Меркель в эти процессы велик. Можно вспомнить Грецию. Помните, как там 8-9 лет назад история с финансовыми проблемами Греции там нагнеталась, и все говорили, что это приведет к развалу Еврозоны, к развалу Европы, Грецию исключат. Ничего подобного. Все-таки проблему-то начали решать. И даже левак-марксист Ципрос, который правил в Греции несколько лет, он не смог эту ситуацию переломить. Все-таки усилиями Единой Европы и прежде всего Ангела Меркель ситуацию в Греции удалось исправить настолько, что сейчас, например, инвесторы гораздо лучше котируют греческие банды, облигации, чем, скажем, итальянские банды. Так что Греция идет на поправку. Здесь огромная заслуга Ангела Меркель. Конечно же, ее огромная заслуга в том, что германская экономика в весь этот период была в порядке. Конечно же, ее огромная заслуга в противостоянии Владимиру Путину и его агрессивной международной политике. В противоположность обнимашкам, которые пытается сейчас осуществлять Эммануэль Макрон, Меркель изначально заняла по отношению к Путину весьма жесткую и правильную позицию. В начале украинского кризиса более пяти лет назад она прям сразу сказала, что Путин абсолютно оторван от реальности, была инициатором весьма жестких действий, которые остановили дальнейшую путинскую агрессию. И, в общем, вроде женщина, а на самом деле она показала себя гораздо сильнее и боеспособнее многих мужиков в противостоянии вот этому новому главному агрессору на европейском континенте Путину. Ну и в целом, конечно, Меркель останется такой огромной исторической фигурой, я думаю, не менее памятной, чем канцлер Германии Гельмут Коль. Кстати говоря, вот вы видите их вместе на экране. Ангела Меркель начинала как министр в правительстве Гельмута Коля. Одна из восточноевропейских политиков, которой Коль взял в свою команду после объединения Германии. Она, конечно, останется очень яркой и популярной исторической фигурой. И действительно ей есть чем гордиться. Вот в эти сложные турбулентные времена она была одна из тех, кто обеспечил европейскому континенту процветание, спас его от кризиса и вот этих всех рисков и угроз там развала и прочего, чего только не пророчили Европе в финансовом плане в последние 10 лет. Но тем не менее, всему приходит свой конец. И, конечно же, уже назрела необходимость некой ротации лидерства в германской политике. Там в правящем христианско-демократическом союзе была такая довольно бурная полемика по поводу того, кто будет преемником Ангела Меркель. И в итоге там были очень конкурентные выборы. С небольшим преимуществом победила бывший губернатор земли Саар, который находится рядом с Францией. И, в общем, даже Франция контролировалась какое-то время после Второй мировой войны. Там вот в этих землях часто не поймешь, где еще Франция, а где уже Германия. С другой стороны, похожий Эльзац. Но вот преемница Меркель, которую зовут Аннегрет Крамп Каренбауэр. Учитесь выговаривать с первого раза. Очень интересный политик. Уже многие констатировали, что она не похожа на Ангелу Меркель в своем стиле управления. В частности, у нее, кстати, гораздо более жесткие взгляды по теме миграции и миграционной политики, чем у Меркель. Там есть много разных различий. Это все будет довольно интересно. Но вот что характерно, я уже говорил, что Меркель сохраняет ключевую популярность среди немецких политиков. А вот рейтинг у Аннегрет Крамп Каренбауэр как раз невысокий. То есть ожидание от нее, здесь вот есть такое бремя ожиданий, когда ты сменяешь великую Ангелу Меркель. Конечно, тяжело соответствовать. Видно, что у нее пока не очень однозначно это дело получается. И вот посмотрите, например, как у нее в последние месяцы сильно падал рейтинг. Рейтинг одобрения Аннегрет Крамп Каренбауэр сейчас где-то всего на уровне 18%. Вот не знаю, успеет ли она доказать свою состоятельность и наберет ли веса к выборам парламентским, которые должны будут пройти в Германии в 2021 году. Но я вот сейчас ездил в Европу последние несколько недель и много говорил с германскими политиками о всех этих перспективах. Вы знаете, там появляется такая очень-очень интересная перспектива, как то, что следующее правительство Германии реально может возглавить партия зеленых. Впервые за долгое время, это вот будут не две крупнейшие партии, которые правили Германией после Второй мировой войны, христианские демократы и социал-демократы. А это будет третья сила партии зеленых. Вы видите, что они сейчас по рейтингам не просто вторые и обгоняют и социал-демократов, и крайне правую альтернативу для Германии, но у них в последнее время был очень резкий просто бурный рост популярности. Он продолжается, потому что немцев волнует экологическая тема, волнует климатическая тема, и это делает приход к власти правительства, возглавляемого зелеными, вполне реальным. И, кстати говоря, в целом, я хотел сказать, что вот эта зеленая волна, которая сейчас идет в Европе, и которую мы ярко видели на последних выборах Европейского парламента в мае, очень резкий всплеск популярности партии зеленых по всему континенту, очень интересный тренд. Вы знаете, мы пока тут в России похихикиваем над потеплением климата и над всякими разными аспектами экологической тематики, европейцы очень серьезно это все воспринимают. Для них поддержание экологического баланса и защита окружающей среды это один из ключевых элементов вообще политики поддержания приемлемого современного уровня жизни. Они понимают важность экологии, понимают, что в современном мире вы не можете нормально жить в какой-то наводненной там ядовитыми газами промзоне, что вы будете просто болеть и рано умрете, что вы не сможете обеспечить себе нормальный уровень и качество жизни, что экология важна, и это не повод для хиханек и хаханек и шуточек, к которым мы привыкли в России. Вот на самом деле, конечно, не просто очень интересная перспектива того, что в Германии к власти может прийти правительство зеленых, но и в целом мы видим, что по итогам выборов Европарламента зеленые заняли такое уверенное четвертое место, и вот эта зеленая волна, она не только продолжается и растет, но и мы можем увидеть настоящее зеленое правительство, возглавляемое представителями этой партии уже в ближайшее время в крупных странах Европы. Я скажу, что хотя там довольно много непонятных людей и неизвестно по разным направлениям, какую политику они будут проводить, то есть это в каком-то смысле немножко кот в мешке, вот те партии зеленых, которые мы сейчас видим на европейском континенте, но основа их политического курса это хорошее дело. Борьба за чистую окружающую среду и против изменения климата это хорошее дело. И, конечно, это здорово, что вот эти силы занимают более серьезное место сейчас в европейской политике, чем, например, те же правые популисты. Ох, как они облажались на майских европарламентских выборах, потому что их лидеры Лепен и Сальвини, которые возглавляют сейчас группу, фракцию в европарламенте под названием «Идентичность и демократия», это бывшая ЕНФ, которая называлась «Europe for Nations and Freedom. Европа для нации и свободы». Так вот, они хвастались перед майскими выборами, что они станут второй по величине фракции в европарламенте и будут там типа диктовать политику, но в итоге европейцы вот, к счастью, показывают себя как таким очагом разума и здравомыслия в немножко сошедшем с ума в мире. Они проголосовали хорошо, и вот эта вот их крайне правая фракция, она всего лишь пятая. Не вторая, а пятая по размерам. И их лидер Сальвини, который прославился тем, что позировал в майке с Путиным на Красной площади и вообще является большим фанатом Путина, он не только не добился успехов на европейских выборах, но и вылетел сейчас из итальянского правительства. Ну и в целом, вот если вы посмотрите на композицию европарламента, посмотрите, он стал гораздо более пестрым. Он стал гораздо более разнообразным по составу различных фракций, партий и групп, которые там представлены. Там гораздо больше конкуренции, гораздо больше диалога, гораздо больше поля для договоренностей. И в том числе всяких споров и дискуссий, это настоящее место для дискуссий, в отличие от того же российского парламента. Поэтому, кстати, кто вам будет говорить, что европейская власть не выбирается демократическим путем, посмотрите, какой диверсифицированный демократически избранный европарламент, какое там столкновение самых разных мнений, какие там жаркие дискуссии шли вокруг назначения тех же еврокомиссаров. В последнее время, кстати, некоторых из них отвергли. Это совсем не похоже на те бредни, которые вы читаете в соцсетях, о том, что Европа это власть никем не избранной бюрократии. Это все абсолютно не так. Ну и вот я просто хотел в заключении пройтись по нескольким ключевым лицам, которые сейчас будут играть в новом составе органов управления Евросоюза ключевую роль в определении европейской политики. Возможно, не очень знакомое для многих из вас имя нового главы Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, ближайшая, на самом деле, соратница Ангелы Меркель по христианско-демократическому союзу. Она была с самого начала, с 2005 года, министром в ее правительстве. Первые 8 лет она была разными министрами в социальном блоке, а последние 6 лет была министром обороны Германии. И в этом качестве, в частности, довольно известная тема, которую широко обсуждают в западном мире, о том, что германская армия сильно поизносилась и не в состоянии выполнять многие серьезные боевые задачи по поддержанию стабильности в разных регионах мира, в Афганистане, на Ближнем Востоке и так далее. Так вот, Урсула фон дер Ляйен предпринимала очень серьезные шаги по модернизации Бундесвера. И это была одна из историй, которая приподняла ее до нового уровня и, собственно, поставила ее кандидатуру на экраны радаров как одного из будущих лидеров Евросоюза. Она первая женщина, которая возглавила Европейский Союз в истории Европейскую комиссию. Кстати, была очень бурная дискуссия в Европарламенте про ее назначение. Это к вопросу о якобы недемократичности органов управления Евросоюза. Очень небольшим большинством утвердили Урсулу фон дер Ляйен. Это говорит о том, что ее деятельность будет находиться под пристальным вниманием и парламентским контролем. Еще один интересный лидер, это ее первый заместитель, первый вице-президент новой Европейской комиссии, Франс Тиммерманс, бывший министр иностранных дел Нидерландов. Он представляет блок социалистов. Ну, это вот такие как раз хорошие, здоровые социалисты-центристы, которые понимают важность движения европейской политики в сторону здорового центра. Кстати говоря, вот многие его, возможно, помнят и по встрече с хорошо известными вами Пусси Райт. Он отдельно встречался с ними, когда был нидерландским министром. И по эмоциональному выступлению в Организации Объединенных Наций после того, как Россия сбила на Донбассе нидерландский Боинг, была очень сильная эмоциональная речь Тиммерманса в ответ на это. Если кто не видел, обязательно посмотрите. Такой серьезный, солидный, достойный политик европейского уровня, который будет, по сути дела, первым замом главы Еврокомиссии и, в общем, так курировать всю основную работу. Уверен, что у него это получится. Пара других новых лиц, например, новых старых, людей, о которых вы, возможно, не слышали. Скажем, еврокомиссар по торговле ирландец Фил Хоган, который был лидером очень серьезных, важных, крупнейших в мире переговоров о создании зон свободной торговли с Японией, с Канадой, с Меркосур. Это объединение, общий рынок некоторых стран Латинской Америки, с которыми они недавно подписали соглашение о свободе торговли. Мы здесь с вами говорили о том, насколько свобода торговли важна для мирового развития. Так вот, Евросоюз в этом плане является сегодня очевидным лидером. И ирландец Фил Хоган себя очень успешно в этом качестве проявил в прежнем составе Еврокомиссии. И уверен, что он, в то время как Трамп устраивает всему миру вот эти абсолютно ненужные торговые войны и строительство международных торговых барьеров, Фил Хоган будет предпринимать серьезные меры для того, чтобы Евросоюз занимал лидерские позиции, лидирующие позиции в дальнейшем освобождении мировой торговли от барьеров. И от этого будет всем хорошо. И еще один ключевой европеец, которого я не могу не упомянуть, уходящий с поста главы Евросовета, но не прощающийся Дональд Туск, бывший премьер Польши, очень успешный премьер Польши, который буквально через неделю на съезде Европейской народной партии в Загребе должен ее возглавить. Европейская народная партия, объединение правоцентристов, консерваторов, христианских демократов, это крупнейшая политическая сила в Евросоюзе, куда, кстати, входит и партия Меркель прежде всего. Так вот, уверен, что Туск, который успешно работал на посту главы Евросовета, кстати говоря, ему принадлежит такая яркая фраза о том, что в аду приготовлено специальное место для тех, кто придумал Brexit, выход Британии из Евросоюза, без какого бы то ни было плана. Я с этим полностью согласен. Кстати, пересмотрите нашу последнюю передачу про Brexit. Brexit уверен, что Туск продолжит играть позитивную роль в британской политике. Ну и в целом, Евросоюз, демократический Евросоюз, это очень успешное образование. Оно сложное, местами хаотичное, но как раз вот в таком хаотическом демократическом процессе, как мы видим, рождается истина. Истина не рождается через обнимашки с диктаторами. Это была передача Владимира Милова о международной политике. Подписывайтесь на мой канал, донатьте нам на продакшн нашей передачи. Кстати, вы можете делать это через биткоины, в описании все подробности. И через неделю мы поговорим с вами о чем-то куда более неприятном, чем свободный демократический Евросоюз. Мы поговорим с вами про китайских коммунистов. Куда они ведут свою страну и свой народ, чем они угрожают миру, и самое главное, чем они угрожают нам, потому что мы, Россия, слишком близко находимся от зубов этого дракона. Увидимся! Обнимашки с диктаторами